Подзаголовок. Рождение сына и смерть отца. На второй год женитьбы рабе Йосеф Юспа стал отцом сына, названного Эль-Йоу, по имени пророка Эль-Йоу. Едва ребенку исполнилось два года, отец начал обучать его Торе. Рабе Йосеф Юспа не хотел полагаться на Меламедов. Когда мальчику исполнилось семь лет, он начал сопровождать отца в полночь молиться Тикун Хацот. Рабе Йосеф Юспа наказал ему ни с кем не разговаривать ни о чем, даже о Торе. Он забирал мальчика к себе в особую комнату и там в уединении обучал его. За две недели до совершеннолетия Эль-Йоу, рабе Йосеф Юспа позвал к себе жену и объявил ей, что он знает, что пришло его время вернуть Творцу свою душу, и он просит ее не справлять по нему Траура. «Ты, жена моя, еще во цвете лет, — сказал старик. — Тебе представится подходящая пара. Не отказывайся и выходи замуж вновь. Что касается нашего сына Эль-Йоу, то он вскоре, сразу же после бармицвы, решит уйти из дома. Не отговаривай его от этого. Ты должна знать, что Эль-Йоу явился в этот мир для большой святой задачи. Его цель на этом свете — общественное благо. Он открывает с собой ряд поколений, которые будут играть видную роль в еврействе вплоть до самого Машиаха. С ним все время занимался сам пророк Эль-Йоу. Поэтому он хорошо подготовлен к выполнению возложенной на него великой миссии, для которой он явился в этот «нижний мир» в кавычках. При этом старик рассказал своей жене, что как только ее первый муж был убит, свыше ему, рабе Йосефу Юспе, сообщили, что по постановлению высшего суда он должен жениться на вдове, которая родит ему сына с очень возвышенной душой, чтобы принести миру избавление. Затем рабе Йосеф Юспа позвал к себе руководителей краковской еврейской общины, поблагодарил их за милость, оказанную ему, его жене и сыну, и просил их опекать жену и сына также и после его кончины. Он всех благословил и вскоре после этого отдал Богу душу. Субтитры создавал DimaTorzok